здравствуйте добро пожаловать на канал youtube 365 с вами я таролок юлия я рада вас приветствовать на своем канале на youtube дорогие мои ну что куда я там пропала что это за жизнь вообще такая нет у меня больше недели девчонки на самом деле если вы не знали мне есть второй канал который называется youtube ролик где я проводила прямые эфиры если что приходите присоединяйтесь я не зря вас туда зову потому что когда меня нет здесь я есть там а также куда я пропала и конечно девчонки утонула утонула я сколько полторы недели где-то не принимала никого сделала себе новогодние якобы типа выходные доставила только youtube для себя личные расклады закрыла девочки после вот 10 января у меня вот просто это просто конец света был сначала я переезжала до где-то 9 числа его показывала маленькое видео да вы видели наверняка я переезжала когда я переехала я потом начала срочным образом принимать всех срочных клиенток потому что такое впечатление что наши мужчине и мужчины оборзели вообще до конца и мои девочки начали сейчас приходить и решать свои вопросы оборзевших мужчин поэтому пришлось вот вот сейчас у меня 10 30 вечера я только закончила с раскладами представьте целый день я сегодня делала расклады у меня сегодня было пять клиентов это вообще я просто сегодня очень устала но я больше не могу вас оставлять без раскладов это просто будет нечестно потому что вас очень много вы ждете и я конечно вам предоставлю сегодня еще расклад мои дорогие от души с удовольствием хочу для вас погадать и посмотреть его мысли о вас если вам нравится мой канал если вы ко мне очень как-то тепло относитесь пожалуйста поддержите меня подпиской и лайком под этим видео напишите в ваш комментарии понравится вам этот расклад или нет я буду ждать и все комментарии всегда читаю мои дорогие может быть не все успеваю до сердечки нажать до везде но во всяком случае все комментарии читаю всегда это всегда это когда я даже вот еду там я не знаю где-то в машине и я стою на светофоре у меня даже привычка есть иногда пролистывать ваши комменты потому что я вас очень сильно всех люблю мои дорогие давайте посмотрим что на вас думал сегодня конечно как всегда по старой традиции на моем канале девочки мы с вами начнем с сигнификации сигнификации ваших отношений с мужчиной что за мужчина ко мне пришел какие у вас отношения да ну давайте вот начнем прям с него какой красавчик ко мне сегодня зашел кого я сегодня сканирую кого разбираю я разбираю мужчину господи я чуть не сказала девочки вы не представляете что я но я скажу слушайте это мой канал в конце концов все тут не дети я скажу как есть просто вот у меня ну пошла так информация раненый в попу ну правда почему потому что вечно как подстрелянный бегает везде что-то мечется девочки правда серьезно я вам говорю что здесь мужчина мне выходит какой-то очень очень раненый сейчас у него и ранены не только в попу а вообще везде такое впечатление что человека сейчас депрессия абсолютное одиночество человек кстати холодный закрывается по четверке мечей он сейчас не действует вашу сторону и вообще действовать это не его конек я хочу вам сказать что человек на выборе человек который сейчас в данный момент времени может отношения или в сердце как бы держать одну женщину жить с другой или наоборот да то есть здесь как бы каждая для себя посмотрите как выглядит для вас информация здесь мужчина конечно же по колеснице я вижу он думает о том как ему либо переезжать куда-то либо он у вас по работе собирается либо у него меняется сейчас очень сильно кардинальная судьба здесь вот как бы про это карта это про мужчину раненых попу да а что у нас с вами происходит в отношениях у него сейчас его отношения с вами четверка жезлов ну человек на самом деле девочки интересно но вот вы удивитесь наверняка сейчас вы удивитесь потому что здесь мужчина четверочка жезлов восьмерочка жезлов человек думает о том как к вам проявиться и думает давно думает он давно сердце у него потрепанное он сейчас реально находится в состоянии депрессии не зря у меня десятка мечей вначале выходила и по карте мира очень хочется наладить отношения с вами отношений конечно по тройке мечей я вижу здесь либо треугольники здесь либо мама участвует либо дополнительные женщины однозначно так будет если у вас не так расклад не ваш на дне колоды карта дьявола мужчина с привязкой к вам думаете друг о друге очень много и он о вас в том числе и вы о нем ну как было вот из песни слов не выкинешь а также я хочу начать смотреть его мысли о вас за сегодня вот сегодня встал с утра почистил зубы пока чистил зубы что подумал о вас что он там когда завтракал думал или что ему снится может быть сейчас о вас смотрите ну во первых вы поменялись вы женщина которая вмещает в себя трех королев вы сейчас как бы не удивляетесь но я думаю вы прекрасно понимаете вы женщина которая может зарабатывать деньги вы женщина которая умеет любить и вы женщина которая умеет или принимать решение вы женщина которая явно и точно знает себе цену абсолютно на сегодняшний день женщина которая не Не испытывает никаких проблем ни в сфере финансов, ни в достатке внимания. Это мысли мужчины, понятно, да, отрезок информации. Не в том, чтобы кого-то послать на три веселые буквы, если вам как бы этого хочется. А также я хочу вам сказать, что по двоечке жезлов мы смотрим на человека, который думает о том, как вы там поживаете. Вот вы меня часто спрашиваете, а как он может за мной следить? Девочки, если я говорю, что мужчина за вами следит, это еще может значить то, что человек просто имеет либо ваши переписки в скриншотах, либо ваши фотографии у него где-то сохранены, да, либо он просто прокручивает вас 24 на 7 у себя в головушке. Понятно? Это про это. И человек понимает, что это женщина, которая давала ему все. Он сейчас один с палочкой, да, с кирочкой, ходит повсюду и не знает, что ему вообще делать, куда ему податься, куда пойти, кому отдаться, да, что называется. Потому что здесь у вас очень много всего. Королева кубков, мечей и пентаклей. Три королевы. И это не про трех разных женщин. Это про вас, мысли у мужчины. Еще мысли. Императрица. Ну вот как бы следовало ожидать. Ну что? Удивить хочу вас. Очень хочу удивить. Император, императрица. Он все равно видит вас как пару. Кого загадали, не знаю, расстались, давно-недавно вспоминает вас, думает о вас как о паре, как сладкий сон, как женщина, которая действительно дарила любовь, тепло, заботу, ласку. Не зря в вас все три королевы, а даже по императрице и четыре. Потому что вы женщина для вот этих серьезных отношений. Вы женщина, которая никогда не будет размениваться по мелочам. Вам некогда шутить, вам некогда дурить, вам некогда выяснять отношения. Вы хотите просто нормального классного императора. Он понимает, что рядом с вами надо быть императором. Это минимум, для того, чтобы вы были довольны ним. Для того, чтобы вам в этих отношениях было тоже хорошо. Хорошо, я хочу вам сказать, мои хорошие, что мужчина у нас по нулевому аркану понимает, что отношения надо начинать с самого начала, с самого нуля. Просто начинать с ничего, строить полностью империю. Он понимает это, потому что чувства у него к вам очень серьезные, очень сильные. Потому что по влюбленным мужчина действительно здесь в эмоции к вам. По семерочке мечей человек еще, конечно же, здесь я вижу моменты, да, что человек может быть где-то говорил вам неправду. По этим связкам карт я вам скажу, что человек, знаете, думает и мечтает больше, чем он может реально вам дать. Потому что мне не нравится то, насколько он здесь, он мечтает, понимаете, больше, чем это в действиях у него. Он больше думает. Он прям вот сейчас я напишу. Это тот из тех красавчиков, который набирает смс-ку, очень деловой весь, там пишет, строчит и потом делит, удаляет все вообще. Понимаете? То есть это вот такой красавчик. Что он думал о вас вчера? Да, чтобы уже, дабы проанализировать хотя бы хронологию немножечко, да. Восьмерка жезла хочется появиться. Я вам скажу честно, что здесь с самого начала расклада видно, что человек хочет появиться. Это здесь явно точно. Еще вчерашние мысли. Вчера мужчина проснулся, думал о вас сразу. Я вам хочу сказать, что человек думает о том, как закрыться от вас. Как сделать вот это вот поле защитное. Как защититься от того, чтобы о вас вообще не думать. Что ему сделать, чтобы вообще заблокировать эти мысли. Как себя вообще привести в чувства. Потому что человек не спит хорошо по ночам. Человек по вот этому мечу, он не может наладить ни свою как бы жизнь, ни работу, ни клеится, девочки. Не клеится, потому что эти мысли, они вылазят отовсюду к вам. Мысли, чувства, да. Потому что здесь очень хочется появиться. Но карта солнца не дает ему, да, его величие императорское, не дает ему вот возможность появиться. Семерочка пентаклей, да, это про то, что посеешь, то и пожнешь. То есть, как ты постарался, вот это ты и получишь потом в итоге. И ни на что больше не претендуй. Он понимает, что он не претендует, потому что он как бы и не делал ничего особенного здесь. Вчерашние мысли. Давайте мысли на этой, ну давайте в начале недели, в понедельник мысли его о вас. Хочу просто пройтись по разным дням и хронологично посмотреть, ну то есть область вообще, в которой мыслит человек о вас. Он о вас мечтает. Но я же говорю, здесь с мыслями человек с большими, с большой эмоцией, с большим рвением к вам. Потому что здесь верховная жрица, здесь человек тайно о вас мечтает. Почему тайны, девчонки? И не надо писать комментарии, что если бы он хотел, да он бы уже давно появился. Да не все могут появиться, не все люди могут просто так появиться. Есть разные типы темперамента. Есть люди, которые никогда не проявятся к вам первые. Потому что они так, они боятся этого. И мужчины боятся. А есть те, у кого эгоизм зашкаливает, и они не появятся, да. А есть у кого семья, и они не появятся. То есть разные факторы в жизни. Жизнь это не только то, как мы хотим. Это еще и то, как надо. Правда же? Поэтому я вам хочу сказать, мы с вами смотрим на вашего кармического красавчика, с которым вы прошли уйму уже уроков, с которым вынесены точно, да, уже какие-то определенные у вас выводы, да, по поводу жизни, по поводу его отношения к вам, по поводу вашего отношения к нему. Ну, что у вас вместе может получиться, получается или нет. Вы уже прекрасно все понимаете. Здесь человек волнообразный. Он не постоянный, не только в действиях, но и в чувствах. Он может сегодня сказать вам, что любит, а завтра я вообще уже как бы и сомневаюсь, я уже не знаю. Ну, плавающий такой, очень плавающий персонаж, персонаж эпатузу жезлов, человек, который все-таки еще кроме вот всех этих мыслей великолепных, которые я вам только что озвучила, он еще и думает о том, как ему хочется восказать женщину, да, как вы его чувства, да, поднимаете на другой уровень, как вы жезл поднимаете на другой уровень, как вы прекрасно к нему относитесь. Какая разница большая, когда вы с ним или кто-то другой с ним, да, какая здесь есть большая разница. И совет от карт вам. Коротенечки, совет от карт. По поводу него сегодня. Да, вот вы сейчас увлекаетесь, наверное, то ли финансовым вопросом каким-то своим, то ли у вас есть задолженность какая-то, то ли вы на работе хотите что-то новое, какой-то новый уровень. Сделать, да. А вот и занимайтесь этим вопросом, не надо сейчас сильно как-то в отношении завязываться, вас от этой привязки спасет большая финансовая, да, какая-то обязательность, какая-то активность, какой-то проект на работе, задание найти классную работу и так далее и тому подобное. То есть здесь по тузу кубков, по тузу кубков я хочу вам сказать, что действительно, как бы вам сказать здесь точно. По тузу кубков есть однозначное у вас здесь стремление к счастью, вы понимаете, к наполненности. И вы должны понять, что вы должны двигаться в направлении туда, где это счастье вам дают. Я хочу, чтобы вы получали это, да, и вот только там зажигайте свой факел. И пускай у вас все, девчонки, будет хорошо, замечательно, пусть все ваши привязки уходят, пускай все ваши мужчины оценят вас так, как сегодня вот на раскладе ваш красавчик оценил вас, чтобы он понимал, да, кого он потерял все-таки. Потому что вы здесь императрица, три королевы в вас, замечательная женщина. Я хочу, девочки, пожелать вам классного, обалденного дня, здоровья, будьте счастливы, получайте удовольствие от жизни каждый день. С уважением, ваша Юлия. Всего доброго, до свидания.